Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 16 ноября, и свое именинное в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иосифа, Василия, Петра, Александра, Владимира, Сергия, Николая, Иоанна, Павла, Симеона, Евдокии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь также совершает память священному ученику Акипсима, епископа Неосонского, Иосифа Пресвитера и Айфала Диакона. 80-летний старец Акипсим, исполненный всякой христианской добродетелью, сидел однажды у себя дома с гостями. Вдруг некое дитя, осененная благодатью Святого Духа, подбежала к маститому епископу, поцеловала его в голову и сказал «Зала, блаженна сия глава, ибо за Христа примет она мучение». Все пророчества вскоре исполнилось. Царь Сапор воздвиг люктое гонение на христиан по всей Персии, так что и святой Акипсим был схвачен и выведен на суд некоего жреческого князя. К связанному епископу приступил кто-то из домочадцев и спросил, что завещает он в отношении дома. Святитель ответил ему «Это больше не мой дом, я отхожу безвозвратно в дом Вышний». После великих истязаний он был ввержен в темницу, куда на следующий день были приведены 70-летний пресвитер Иосиф и диакон Айфал. После трехлетнего заточения и многих мук Акипсину отрубили голову, а Иосифа и Айфала жестокие палачи закопали по пояс в землю и приказали христианам побивать их камнями. Тело Иосифа в ту же ночь по Божьему промыслу исчезло, а над телом Айфала выросло миртовое дерево, исцелявшее всякую болезнь и всякую немощь в людях. Так это продолжалось в течение пяти лет, а затем злобные и завистливые язычники срубили то дерево. Сие христовые воины пострадали в IV веке в Персии, в правлении нечестивого царя Сапора. Несколько дней назад мы были в одной из травматологических больниц города, в которой трудятся сестры Милосердия. И где-то раз в три-четыре недельки бываем в больнице для того, чтобы помолиться, пообщаться с пациентами, с врачами. Ну и в этот раз была запланирована встреча, темой которой обозначили рассказ священника о цели своего служения. В зале собралось порядка 20 человек, наверное, человек 18 из них были больные с разной степенью переломов, травма. И пара человек из младшего медицинского персонала больницы. Хотя по задумке хотелось и, собственно, в объявлениях приглашались врачи и медсестры, потому что их служение настолько всегда соприкасается с человеческим страданием, болью, что так часто бывает, возникает некоторое привыкание, очерствение, вплоть до цинизма. И больные люди, страдающие, они для тебя становятся просто безликими пациентами и иногда источником постоянных проблем. Потому что они все время чего-то просят, хотят, стонут, а у тебя своих проблем хватает. Ну и в этой связи хотелось как-то поговорить по душам. А врачи не пришли. Ну, видно, с душами и состоянием душ все в порядке. Ну, зато пришли больные. Их души находятся в особом сейчас состоянии, ну, потому что наша душа тесно связана с телом, а когда страдает тело, неизбежно отражается на душе, она становится более чуткой, более сосредоточенной. Ну, а рассказ о служении священника, ведь несложно об этом говорить, потому что это самое главное служение на земле. Служение, которое дано Богом этому миру для того, чтобы люди не теряли Бога, находили к Нему путь, обретали истину. И для этого Господь основал Церковь, а Церковь установил священство. Поэтому всегда, когда говорить о цели служения, приходится говорить о самом главном, о Христе. Это всегда радостно, потому что это самое главное, к чему человек должен в жизни прийти, что он должен найти. Ну, потому что только в этом, если сейчас процитировать Клайфа Льюиса, что наша душа создана Христом, и она жить может только во Христе. И жить в полноте радости, любви, мира и счастья, она тоже может только со Христом. Поэтому искать какое-то там счастье вне Бога, вне Христа, занятие абсолютно бессмысленное и безнадежное, потому что вне Христа счастья просто не существует. Или бывает, ну, такое свиное счастье, если вспомнить притчу о Годоринском бесноватом, что Господь пришел к людям, спас человека, а они сосредоточились на том, что их свиньи потонули в море. Их свиное счастье для них было важнее, чем присутствие Бога. И они его убеждали, уйди от пределов наших, но слишком накладны нам твои чудеса. И тем не менее, события последних дней показывают, что в нашем Отечестве огромное количество людей глубоко несчастных. Несчастных, потому что не знают Бога, несчастных, потому что не знают, зачем они живут. Прожзошла трагедия, о которой, наверное, и новости, и интернет, сети распространили это известие. Некоторый человек, офисный работник Дмитрий Виноградов, придя на работу, расстрелял несколько человек. Причем мотивом к этому, ну, с одной стороны, какая-то несостоявшаяся любовь, разочарование в жизни, а с другой стороны, он к этому каким-то образом заранее подготовился, написал манифест. И вот в этом манифесте он изложил свое отношение к жизни. Что человек — это мусор, который обезобразил Землю, и прочие такие, как бы, общие понятия, которые витают сейчас в воздухе, что человек недостоин жить на этой земле, потом надо сокращать население. Ну, для сокращения он выбрал такой способ. Но то, что за один-два дня под этим манифестом 11 тысяч человек поставили свои лайки, согласие они к этому относятся так же, как он, это вселяет огромное беспокойство и тревогу, что то, что совершил этот человек, то, в каком состоянии он находился, оказывается очень близким огромным количеством людей. Людей, которые живут и ходят на работу, и выполняют какие-то функции, и делают вид, что радуются, но они внутри глубоко несчастны. Они не знают смысла и цели жизни. И в первую очередь, они не знают Бога. Ну, потому что невозможно пребывать в таком мраке духовном, душевном, если у человека есть хоть маленькая, но живая связь с источником света, истины, радости и любви. А еще это показатель того, что души и сердца многих людей, они зацементированы, забетонированы в какие-то иллюзии, миражи, искусственность, имидж, формальность. Они не живые. Как помочь таким людям? Что нужно сделать? Что нужно сделать Богу, чтобы очи открылись, уши стали способными воспринимать? А ведь это тоже в каком-то смысле зона ответственности христиан. потому что в какой-то момент жизни рядом не оказалось человека, который как в истории, которую я уже не один раз рассказывал, просто еще раз повторюсь, когда молодой человек в Париже стоял на краю моста самоубийцей, мимо проходил христианин и в этот момент, когда остался последний шаг для совершения непоправимого, он нашел слова, а тот эти слова услышал, говорит, пожалуйста, вы человек ведь богатый, сходите, отдайте денежки, они же вам не понадобятся больше, там вот есть женщина несчастная, она вдова, у нее есть детки, им нечего кушать. Человек доверился, сделал шаг назад, ушел и обратно не вернулся, потому что вот это малое дело милосердия, малое усилие своего сердца в сторону добра, оно изменило душу, и мир стал другим, уже с иной точки зрения этого человека. эти дела милосердия. В Москве есть удивительный проект «Односотая часть зарплаты», когда человек жертвует на помощь ближним очень маленькую часть, но это такая ниточка, а может быть даже стальной трос, который в нужный момент может не дать сорваться в пропасть, это держит. с другой стороны, как быть и что нужно делать, чтобы пробудить в людях жизнь, вдохнуть жизнь, вот что нужно сделать Богу, опять же, возвращаясь к травматологической больнице, понятно, человек через церковный порог переступить не может, там у него много мифов, фобий, страхов, переживаний, но когда священник приходит в твое учреждение, просто ради любопытства, что же может быть интересно, и главврач как-то рекомендует, а у людей находятся тысячи причин, чтобы не выделить 30 минут в свой перерыв, хотя человек постоянно соприкасается со страданиями, даже со смертью, потому что нередко умирают в больнице люди, и тем не менее как-то душа остается закрытой для осознания и своей скорой смерти, и необходимости в Боге, потребности в Боге, как-то все все ровно или ровно душно. Вот такие размышления, дорогие мои, пришлось предложить вам, потому что жизнь очень короткая, а успеть нужно очень много, и многие события, которые происходят в жизни, очень важно не просто так их прожевать и выплюнуть, а подумать, поразмышлять и приложить к себе, а где я в этих событиях, а что для меня Господь говорит в том или ином новостейном сюжете, который я потребляю. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok